Проблемы с подростками всегда неизбежны. Это вообще биологический фактор. Так все эволюции придумано, что когда ребенок достигает полувозрелости, то мы его изнутри гнезда начали выдавливать, чтобы кровосмешение не происходило. Поэтому в подростковом возрасте дети провоцируют родителей на то, чтобы их те выгнали. А родители сами поддавливают детей, чтобы те сбежали. Поэтому конфликт подросткового возраста это не проблема ребенка, это даже не проблема его состояния. Это проблема в том, что он раньше был элементом гнезда, а тут он уже вне гнезда, но еще в гнезде. Не то, не сё. И вот начинают взрослые дети обсуждать с другом, кто прав, кто виноват, кто кому чего должен, кто кому чего додал или не додал, и так далее. И все. И дальше разрыв. Все разъехались. О, все облегчили, облегчили. Все в трагедии при этом. Но полегче. Глаза бы мои тебя не видели. И так далее. Ну вот, да-да. В общем, короче говоря, это нормально. Напризонные отношения с детьми. Мы должны понимать, что мы здесь заложники вот таких эволюционных биологических программ. Ребенок не виноват, что он нас провоцирует. Мы не виноваты, что это нас начинает раздражать с нашей всякой меры. Это такая драматургия. Ну как-то надо в медсознание так подняться, надо не посмотреть и сказать, о, мы все-таки зверушки. Есть у нас что-то такое биологическое. Ну, конечно. Рожали там биологическим путем. Почему мы решили, вдруг оно раз и как-то мифическим образом рассосется? Нет, есть проблемы. Вторая проблема состоит в том, что наши дети, к сожалению, оказались совершенно в новом мире. Мы не можем даже его представить. Но понимаете, это совершенно разные сознания, когда ребенок все время воспитывался в мире, где все происходило как бы в цифровом пространстве. Вот. И ребенок, который вообще пользовался, я все время шутил, это вот, наступит время, когда песня «И переждать не сможешь ты двух человек у автомата» будет вызывать у людей некоторое недоумение. Да? Потому что раньше ты стоишь в очереди, где будка, назывался автомат, и вот ты ждешь, пока, значит, все отзвонят, и ты встанешь и будешь там тоже звонить, говорить по телефону. Вот. И называется «Переждать двух человек у автомата». Ну, звучит уже как-то воинственно, согласитесь. Вот. Значит, да, а был подруг. Это совершенно другое сознание у этих детей. Вот. И мы не можем его понять. Вот в свое время городских детей возили в деревню обязательно, чтобы они посмотрели вообще, что там еда, она растет, вот, корова, она ходит, что это вот не откуда-то берется, а вот это. А теперь это вообще на другой планете. Виртуальный мир, понимаете? Вот. И наши дети несчастные. У них нет инструментов, как в этом мире себя организовывать, структурировать. Вот. Сам этот мир цифровой, очень агрессивный в отношении детей. Вот. Там много всего, что их психику способна травмировать. Начиная от порнографии, заканчивая там, ну, какими-нибудь, траблей там и прочими всякими вещами, или сопоставлением себя там с какими-нибудь блогерами, и фрустрацией, что ты не такой, там, и так далее. Вот. В очень другом травматичном мире живут наши дети. И это никогда такого не было. И они страдают. И поэтому у подростков никогда не было такого высокого уровня депрессивных расстройств. Никогда не было такого уровня демотивации, там, и так далее. И наша задача, она привести сострадание к своим детям. Вот. Они бедолаги. Их просто выбросило на новую землю. И как на ней жить, и какие на ней правила, никто не знает. Мы с вами живем в таком мире, все устроено, все спокойно, там, и так далее. А они оказались на новом континенте. И бегают там всякие разные апачи, и, так сказать, хотят им сделать секир башку. Вот. Ну и как? Хорошо им там? Да? Ну, а как только вы начнете сострадание испытывать к ребенку своему, подростку, который даже ведет себя, как... Ну, так ведет себя, неважно. Мне нравится. Ну, понятно. Вот. Ну, в общем, что? Ну, а вы сострадание проявите, ваше дитё, ваше плоти кровь. Вот. Ну, вот так ведет себя. О, да. Ну, мое. Мое родное. Вот. И так далее. И вот так вот, через сострадание тепло, он там растает чуть-чуть, понимаете, и начнет с вами как-то коммуницировать. Не так, как вы хотите. Не так, как вы ждете. Конечно, мы ждем все, что мы сделали для своих детей. Господи Боже мой. Что мы ждем от них? Мы считаем, они должны встать на колени и ползти. Вот как в этом... В Тибете там они, знаете, вот это... И сотни километров, значит, простирание там, бах, и ползут вот так. Вот. Мы считаем, что мы же столько всем пожертвовали, так сказать, ради детей. Ну, конечно, они же должны сейчас прийти и нам сказать спасибо, папочка, мамочка. Как же замечательно, что ты такой прекрасный. Ага. Дождешься. Ну, нет. Ну, ваше зато родное. Понимаете? Это дорогого стоит. Поэтому, ну, вот так.